Один за всех и все за одного. По такому принципу работают тейковские таксисты. Профессия опасная, защиты никакой. Вот и приходится стоять друг за друга. Не так давно такая взаимовыручка буквально спасла жизнь одному из их коллег. Сейчас эту историю они вспоминают с улыбкой, но тогда, вечером 22 октября, им было недвеселье. Уже стемнело, когда мирные таксистские разговоры в эфире прервал сдавленный хрип. И что с колесом было? Мы не поняли сначала, что это наш водитель так кричит. Принято. Вот. Ну поступил как бы сигнал тревоги, что там на северном проезде схватили его за горло. Ребята поехали туда всей базой. Адрес разобрать удалось с трудом, но таксисты, не задумываясь, бросились на поиски своего товарища. Максим оказался на месте происшествия первым. По улице Советская ехал. И получилось так, что мы разъехались с этой машиной. Шашки были сняты с нее, с антенны, поэтому я не понял, что это такси наше. Вот. Затем, когда мы с ней разъехались, я увидел человека, стоящего в крови, то есть нашего таксиста. И подобрал его. Он был весь в крови. И повес его в больницу. И дальше я прокричал уже, куда и как поехал, какой автомобиль своим коллегам. Подвижите, что вы перерезали. Застрелы фокус люди без пар по улице Мариумова. Что там на четверке было? Вот, вот. Обнаружив автомобиль своего коллеги, водители бросились в погоню за преступником. После продолжительного преследования пришлось идти на таран. Мужики, он на... Мужики, он едет! Я его на фокус! Держи его, держи! Все, все, все. От удара автомобиль преследователей вышел из строя, да и сами таксисты получили ушибы. А злоумышленник скрылся. Но погоня явно выбило его из колеи. Бросив угнанную машину и спрятав окровавленную куртку, он попытался сбежать. На этот раз на своих двоих. По камерам видеонаблюдения его и выследили сотрудники полиции. Были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных по городу. И на одной из таких записей было видно, как молодой человек, схожий по приметам, что-то прячет в районе, в одном из районов города, в железобетонных конструкциях. На место выехала следственная оперативная группа. Там была обнаружена куртка с пятнами крови. Был подключен кинолог с собакой. И служебная собака вывела полицейских к подъезду вероятного преступника. Преступник был задержан. Выяснилось, что он совсем недавно вернулся из мест лишения свободы. Потерпевшего таксиста в тяжелом состоянии доставили в больницу. Он получил несколько ножевых ранений в область шеи. Также серьезно были повреждены сухожилия руки. Но в целом, уверены врачи, таксисту повезло. Да и сам Александр считает, что родился в рубашке. Ведь если бы не коллеги, примчавшиеся на помощь, все могло бы закончиться намного хуже. Ну, он меня добил по-любому. Потому что у него была такая цель. Потому что после того, как я крикнул тревожный, он мне еще раз по горлу ножом резанул. Просто пугался уже, не хотел. Ну, начал уже убегать. Екатерина показывает рабочий автомобиль мужа. Машина, долгое время кормившая их семью, стала поводом для нападения на главу семейства. Сейчас все позади. Я хочу поблагодарить водителей такси-сити. То есть, если бы они, супруга моего просто бы уже не было. То есть, я им очень благодарна. Они помогают мне и сейчас даже. То есть, и морально, и финансово. То есть, от них очень большая помощь идет. Вот, милиции, конечно, благодарны, что они быстро его поймали. Что он мало побыл на свободе. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Именно так и приходится работать перевозчиком в маленьких городках. Без тревожных кнопок и GPS. Рации и позывной 1-1, кодовый сигнал тревоги, становятся единственным шансом на спасение. Проверяем готовность таксистов. Мужики, 1-1, срочно, северный магазин. Еще раз расскажите. 1-1, северный магазин. Уже через несколько секунд прибывает первая машина. И начинается. Один за одним подъезжают все новые таксисты. Спустя 4 минуты их уже более двух десятков. Целая армия. Эксперимент еще больше уверил таксистов, что в момент опасности всегда можно положиться на собрата по шашкам. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иванова Тейкова. Возьмите пару раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.